Молот чёрной луны. Зубастая смерть или чёрная магия. Баю-баюшки, баю, успокойся, говорю, придёт серенький волчок и укусит за бочок. Он утащит в лесок, закопает там в песок. Так любящие мамы и бабушки успокаивали детей перед сном в недалёком уже будущем. Ведь с приходом матриархата многие на земле спать ложились только из-под палки. Кому хотелось входить в гипнотический транс, сон, чтоб тебя всю ночь ели микроорганизмы. В те времена дурачков было ещё немного. Ещё не расплодились, как саранча. Размножение методом абсолютно ненаучного тыка юноши только-только осваивали. Учились спать. Вилы ложились с ними в кроватку и пели им свои военно-колыбельные песни. В это время небожители веселились в Луне, вдохновлённые захватом ада и успехами нового самоходного оружия. Несмотря на множество проблем на Луне, настроение у селенитов было праздничное. Ведь после восстания Денницы им приходилось самим разрешать серьёзные хозяйственные и технические проблемы. Иначе в открытом космосе не выжить. Без интеллектуального контроля Ира, похищенного Денницей, система управления лунным хозяйством, перейдя в руки судьбы, пока была очень ненадёжна и сложна. Большая часть старых кораблей, оставшихся после первых войн с земными повстанцами, в конце концов вышла из строя. Это должно было случиться из-за неумелой эксплуатации и нарушений в программном обеспечении, ведь ремонтировать машины рода было практически некому. Без помощи Раидов боги не смогли создавать серьёзную технику и ремонтировать старые, ведь хорошие конструкторы иммигрировали. После установления более плотных контактов с Раидами, Луна готовится к вторжению на Землю, изготавливает новое оружие и новую технику по Раидным технологиям. В лабораториях выращиваются дополнительные дивизии ВОМАН, с помощью серых для них строятся специальные десантные корабли. Благодаря Хаму и дочке Морганы, Пандоры, Бацинон, секрет новой нанотехнологии, использованной для создания Феникса, достался новым хозяевам Ады. Там, под землёй, нано-карлики, микробы, и построят миюльнир, молот-колесо, злобное исчадие Ады. Много разных злых вещей сделают они своими микроскопическими лапками. Очень скоро родится злой сын Феникса Эскалибура Артур Молох. Ар-тор, Аса-тор. В сказаниях Калевалы героя мать вынашивала 30 лет. 30 дней? Для мира древних эти сроки не жизнь, а так, эпизод. Образы злого и доброго корабля в сказках сплелись воедино. Трезубец, символ стальной птицы, может быть отнесён и к Фениксу, как и образ жар-птицы к огненному колесу. В легендах о короле Артуре, ставших основой для литературного образа, объединяются образы Эскалибура и меча Ареса, молота Тора. В осетинских вариантах сослан Геракл часто описывается как Феникс. В некоторых случаях это сделано специально. Такой сплав добра и зла получился при объединении русской и славянской, чародейской и магической культуры, изломанной волнами постоянной ассимиляции, семитизации. Растёт, строится чудесный сын Хамыца, мальчик со стальным телом, будущий железный дровосек, бессердечный убийца, быстро набирая в объёме и весе. Растёт он не по дням, а по часам. Скоро стальной сынок Пиноккио станет более шестисот метров в диаметре. Троян его любил и хранил как денница ока. Хранил океан, а латырь, око луны и синие свои очи от скверны. Все его любили и не могли налюбоваться на крылатого пегаса, пегово-волка. Высокопоставленные господом иудеи прикасались к его стальному телу с невероятным чувством глубокого удовлетворения. Их глаза светились отблесками будущих пожаров богоугодной войны. От растущего корабля, от его дисковых челюстей просто веяло кровавой победой и надеждой на мировое господство всех творящих зло тварей Господа Аллаха Саваофа. Ригведа Мандала, 4-7, Кагни. 9. Чорен путь у тебя светлого. 10. Едва он родился, видна его сила. 11. Когда ветер раздувает вслед за ним его пламя, он закручивает в кустах свой острый язык. Даже твердую пищу он разрывает своими зубами. 11. Когда жадно пожирая пищу, он вырос. Со своим жадным пламенем юный Агни делает вестником жадный ветер. 12. Хамский поступок, предательство, любителя и защитника животных, лягушек и лебедей, даст в руки богов огненное колесо, меч, молот. 13. Оно станет любимым оружием Яхве и Марсага Михаила. 14. Не мальчик родился благодаря хамыцу, а под планетарной броней Алатыря, под его щитом, появилось проклятие мира, построенное с использованием ДНК ангелов, живая, умная машина Марсага, летающая мясорубка. В бурятской версии дальневосточного эпоса «Гесер» говорится о железной птице, сделанной на севере от Царьграда. 15. Стали хитрым трудом трудиться, три владыки, три колдуна. 16. Сотворили огромную птицу, что казалось земле равна. 17. Рукотворная птица разом на высокое небо взлетела, как земля велико ее тело. 17. Распростертые мощные крылья и луну, и солнце закрыли. 18. Расширялась когтистую тучей, в небе тварь пожирая летучую птиц. 18. Режущее колесо, калаврат, тело Батраза Геракла, создано карликами из металла и органики. 19. Программы для его мозга написали лунные инженеры Ираиды. 20. Да, этот герой древней Греции – машина смерти, а не человек. 21. Думающее колесо, Геракл, учится жить под надзором лягушки Ивани, черта лысого. 21. Да, волосы у зайки Ивани потемнели и выпали от горячей любви лягушки. 22. Зато начали расти усы и борода. 23. Такая же напасть началась у всех членотрясов – любовников лягушки. 23. У греков можно найти сведения, что жена Геракла, Таргитая, обитает в пещере, змее подобно. 24. Она же приходится герою-матерью. 25. Геракл Петерес набирается жизненного опыта, учится говорить и мыслить. 26. Нелегко было свернуть мозги новому существу и заставить избрать зло и разрушение целью своей жизни. 27. Думающую машину вскоре сделали глуповатой, зато ее было легко обманывать и управлять дистанционно. 27. Иначе сын Хамыца и Пандоры задавал много вопросов и не хотел никого убивать, даже для еды. 28. Для некоторых частей тела и мозгов корабля для обмена веществ использовалась органика. 29. Такое скотовод и пахарь не придумают. 30. Свердон обращается к думающей машине, колесу Бальсага, Бальсаг-Марсаг, режущему колесу, которое скатывается с неба. 31. Осетинские сказания, мифы народов мира и другое. 31. Правда, построить полноценную машину не другие магов так и не смогли. 31. По своей сути, это тот же классический образец раидной мысли, летающий, вращающийся зубчатый диск, молох, волчок-юла из серого сверхпрочного металла. 31. Серенький волчок сделали громадных размеров. 32. Исчадия ада всегда отличались своими размерами. 33. Он скоро научится таранить и разрывать своими железными зубами скалы, города и корабли. 33. У кабардинцев режущее колесо – это широкое колесо с остальными зубьями. 34. Колесо-убийца называется колесом отца Ойнона, Иоанна Крестителя. 35. Колесо служит Фетийоанне, Иоанну Крестителю, то есть Яхва. 35. Это имя как бы христианского периода, но в сознании многих жителей Кавказа никаких периодов не было. 36. Между землей и небом идет беспрерывная война. 36. Стальной, как бы отрок, мог нырять, плавать под водой с поразительной быстротой. 36. Его душераздирающий вой заставлял трепетать сердца всех живых существ. 37. Нынешние дети не знают такой штуки. 38. Волчка Юлы – загадочной воющей игрушки. 38. Правительство мира решили больше не изготавливать эту игрушку, чтобы не вызывать у детей генетических ассоциаций. 39. А то вдруг чего вспомнят. 39. Сослан мог раскаляться, словно солнце. 40. Скоро он своим жаром и яростью научится истреблять все живое. 41. В детстве, разглядывая картинки сказок, я не мог понять, почему часто нарисованы два зубчатых солнца и у одного злое лицо. 41. Основные символы кришнаизма – зубчатое юдейское солнце с зубами – Нарасимха, защитник преданных Господу Кришне. 41. В русских сказках громадная жар-птица закручивает в поле пшеницу, образуя в местах зависания и посадки концентрические круги, валяет в поле хлеба. 42. Плазмолет Атлантики и другие летатели на такие фокусы не способны. У них другой принцип работы. 43. Иванушка дежурит в поле, чтобы дознаться, кто это делает. Вырывает перо у жар-птицы. 44. Это сделал совсем другой человек, но об этом позже. 45. Основным принципиальным отличием от обычных маленьких колесниц-раидов Геракл был почти на треть из органики. 45. Как уже говорилось, он был живой машиной. 45. В центральной части колеса чародеев на восьми спицах-лопастях – лопасти для создания торнадо-вихря и для некоторых фаз полета – крепился основной, невращающийся диск с огромной полусферой. 46. Лопасти виманы использовались для полета в атмосфере, в воде и для замораживания поверхности Земли. 47. Холодный воздух из верхних слоев атмосферы при помощи этого сверхвентилятора задувался вниз. 48. Ледяной торнадо превращал живые существа в сосульки. 49. Вспомните облачный столб торнадо, за которым шли палачи Египта. 49. Эта способность корабля была не основной. 50. Старый корабль Михаила морозил лучше, но этот металлоорганический монстр имел практически неограниченные возможности. 50. Внутри полусферы из сверхпрочного и прозрачного металла находился Ир – интеллектуально-логическая часть машины, просторная кабина для пилотов и многие другие чудеса. 51. Всеми системами корабля управлял живой мозг Батраза. 52. Пилоту нужно было только попросить, и, например, открывалась дверь кабины. 53. Никто не попадет в недра машины без разрешения серого волка. 54. Управлять режущим колесом было можно и дистанционно, с любого расстояния, при помощи киберперчатки, головного обруча кольца с третьим глазом и пароля, 54. Который часто менялся при помощи нажатий в небольшой коробочке пряжки пояса, который называли поясом силы. 55. Обладание каким-нибудь из перечисленных компонентов системы не давало в руки могущества и власти над машиной. 55. Но самым главным и страшным было то, что корабль, благодаря хамыцу, был оснащен пусть слабым и примитивным, но вакуумным конвертером. 55. А это уже серьезная проблема для Атлантиды. У этого монстра батарейки не сядут. 55. Позже, когда батрас сослан, выйдет из-под океана, он будет способен своим жаром испарить досухо озеро и сжечь огнем полмира, 56. Благодаря практически неограниченным энергоресурсам конвертера. 56. Простые колесницы-виманы использовали ядерную энергию для получения электротяги 56. И запитки бортовой гравицапы. Они нуждались в заправке. 56. Сослан колесо. Геракл достраивался и оснащался оборудованием юдейской авионикой на Луне. 57. Там его вооружили ядерными и простыми ракетами, различными генераторами и биохимическими комплексами для ведения бактериологической войны. 57. Можете посмотреть на американском гербе у Петереза Батраза «Орла». 58. Целый пучок этих самых молниеносных стрел ракет. 58. Бэтмен Михаил. Бэтмен нехороший человек. 59. Редиска. Тоже участвовал в создании колеса фортуны. 59. Судьбы. Видимо, в свободное от основной работы время. 60. Там на Луне у Батраза «Сослана» была вторая родина. База. 61. Первое время он жил то на первой базе, то на второй. 61. Американцы-бейсболисты меня поймут. 62. Оттуда он бросается на помощь по зову божьих аватар – нартов-орстхойцев, ванов и их детей-скифов, 62. А также будущих детей бога – асиатов. 63. Фрагмент сказки «Волшебница-косер» с комментариями. 64. Чуть не отвезла «Сослана» волшебная башня. 64. Салтановско-буяновская бочка. 64. На небо. Но нарт успел выпрыгнуть. 64. Ну вот, как Иван-дурак с лягушкой, без презерватива. 64. Тьфу. То есть я хотел сказать «парашюта». 64. Падая с неба, «Сослан» разгоняется, пробивает скалы и попадает к чертям на седьмой этаж преисподней. 64. Ада, а не и преисподней. 65. Те ему обрадовались, задаривают чудесными подарками. 65. Предлагают жениться, а «Сослан» – садко. 66. Психотропный гусляр тоскует по войнам. 67. Тут черти узнают, что их стадо коров пытаются украсть. 68. Волхвы-ракшасы, чтобы спасти от коровьего бешенства и новой формы ящура. 69. Как вы поняли, жители ада – бывшие черти, не богоборцы, а 33 тысячи дон-беттыра – ребята Нептуна-Вани. И черти решают проверить Сослана в боевых условиях. Дают ему чудесного коня, дзынц – колесо. Сослан быстро усваивает управление колдовским конем и побеждает ракшасов. 69. Вскоре Геракл сослан, приводит пленных волхвов к чертям в ад. 70. Здесь тюрьма для непростых грешников-алкашей, только для повстанцев-денницы. 71. Не хочет главный черт, лысый зайка, отпускать такого головореза. 72. Садко-садиста. 73. Садко в тунгусо-манджурской мифологии – дух болезни, кровожадный и хитрый. 74. В него превращаются души злых людей после их смерти. 75. Он предлагает Сослану взять в жены сразу трех дочек, а они очень страшные от недостатка света и витаминов. 75. Сослан, Садко, хитрит, мол, у меня уже есть три, они замучат твоих красавиц скандалами. 76. Тогда черт, Посейдон, обещает выполнить любое желание Сослана, гусляра-самогуда Садко. 76. Тот под шумок просится домой. 76. Слово Дадина взад не возьмешь. 77. Ему дают волшебные чувяки, надев которые он оказывается у родного порога. 77. На крутом берегу речки Чернавы и видит Садко, свою дружину, возвращающуюся из похода на корабле. 77. Косер, пока не было сослано, развлекается на земле. 77. Узнала косер, что вернулся Сослан, и начали они выяснять, кто виноват в происшедшем. 78. Понял Сослан, что не хочет он на ней жениться, мол, уже скандалы до свадьбы. 79. Пожелал он ей найти себе другого жениха, дурака, и вернулся к себе домой. 79. Образ Садко сохранился в Библии в виде первосвященника и его потомков. 79. В Ветхом Завете это имя упоминается более 20 раз. 79. В виде загадочной легенды у торгашей Новгорода он описывается уже не как машина, а как реальный гусляр, герой, якшавшийся с поддонным царем и другими монстрами. 79. Читай Нардские хроники. Получился молот во славу Господу и на радость Божью. 80. Ядерные стрелы лунного молота, сверхмалой мощности, способны уничтожать что угодно в непокорном мире. 80. От его песен будут засыпать и сходить с ума герои. 80. Эта машина – ужас и лицо Господа. 80. Лицо – лик. Летающий серый волк. Лик с греческого языка означает «волк». 80. Да. Поистине, лебединой песней лунных и адских кузнецов стал молот богов. 80. На этом корабле будут прилетать на землю Михаил, Гавриил и сам Один. Или одна. 80. Так у Господа Кришны Саваофовича Аллахяна появился замечательный инструмент для защиты преданных ему народов от богомерзких магов – нагов. 80. Господь Яхве очень полюбил свой посох железный и очень гордился Пегасом. 80. Господь любит своего сына коня, ведь его силой пришел Яхве к власти и относится к этой машине, как к живому существу, ведь новый корабль мыслит, говорит и ест. 81. Иов 41. 1. 26. 1. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его, меча. 2. Нет столь отважного человека, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицем? 3. Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Денница. Теперь под всем небом все мое. 4. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. 5. Кто может открыть верх одежды его, броню? Кто подойдет к двойным челюстям его, подобным жерновам? 6. Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас. 7. Крепкие щиты его великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. 8. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. 9. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. 10. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. 11. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. 12. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. 13. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. 14. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Ушас – одно из имен богини бога. 15. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. 16. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Зубчатый диск. 17. Когда он поднимается в воздух, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. 18. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, никакое оружие, ни латы не спасут. 19. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево и камень за сухую глину. 20. Дочь лука не обратит его в бегство. Камни прощи обращаются для него в плеву. 21. Булава считается у него за соломину, свисту дротика он смеется. 22. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. 23. В английском варианте Библии говорится, что тело его похоже на зубчатый молот для обмолота зерна, и что им он вздымает землю. 23. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. 24. Оставляет за собою светящуюся стезю, бездна, вот, кажется сединою. 25. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. 26. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. 26. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. 27. Сын Хамыца, громадный железный ПТРС, собранный на основе генотипа славян и выросший на земле под щитом Аллатыря, 27. Становится рукой бога, его символом, кием для игры в бильярд. 28. Он становится основным аргументом будущего Киева, что в Тавриде, 28. И Троянского рейха, царство лунных извергов-интервентов. 29. Многие почитатели силы железного коня Батраза называют ад городом Петереза, Петерезбургом. 29. До сих пор на берегу Невы в Петербурге стоит памятка об этом символе старой власти адских кузнецов. 30. На нем сидит Петерез Первый. 31. Вращающийся серп, коса смерти, очень удобно управлялась как изнутри огромного корабля, так и дистанционно с луны. 31. В древнеиндийском мировоззрении это оружие именовалось колесом Калы, а в буддийском – колесом Сансары. 32. Это символ постоянной борьбы между смертью и жизнью. 33. У разных народов эта летающая машина называется по-разному. 34. Калаврат, дубина Индры, мюльнир, молот Тора, меч Марса Ареса, режущим колесом и т.д. 35. Всех названий и образов сразу не перечислить. 35. В поздний период изображение молота богов очень символично. 36. Например, это киянка на длинной рукоятке или копье москвича Георгия Победоносца. 37. Символ долгорукости, дистанционного удара и т.п. 37. Откровение 18, 21. 38. И один сильный ангел, Михаил, взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». 38. Иеремия 23, 29. 39. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? 39. Исход 52. Разве рука моя коротко стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? 40. Вот, прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. 41. Прещение, прящение, стрельба из прощи-рогатки, метание молота, диско, чисто спортивные олимпийские дисциплины. 42. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. 42. Эта машина после победы над миром Денницы стала любимой игрушкой бога Дзевса и Еговы, индры Кришны, мельницей, мельница Сампа и рогом изобилия для лунных бандитов. 43. С ее помощью они кормились и одевались тысячи лет, держа в страхе весь мир. 44. Бытие 3.24. 44. И поставил бог на востоке у остатков сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, вращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Это чтобы не пытались пробраться на Кавказ к Фениксу и свои, и чужие. 45. С помощью этого посоха-жезла, жезл от слова «железо», управлялось и еще более страшное биологическое оружие – ассимиляторы, зубы Господа. Скоро вы о нем узнаете. 45. Впоследствии с помощью этого оружия, режущего колеса, молота и приковали к древу мировому нашего спасителя – кота ученого, талантливейшего ученого планеты. 45. Об этом страшном событии я обещал рассказать подробно, и время слез уже почти пришло, но сначала произошло вот что. 45. Обязательно создав surge у João Чellerа, растений, прокол similar по трубку с кота причиной лечи,